Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Застройщик арестован, а точного списка покупателей нет. Тем не менее, пайщикам Витановы помогут ввести дом в эксплуатацию. В каждом районе Сочи будет казачья школа. Такую задачу поставил вице-губернатор атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Сначала газонокосилка, потом лекарства. В Сочи задержан мужчина, похитивший медикаменты. Потом вскрылись и другие преступления. Сочинская волна нахлынула на курорт. На турнире по художественной гимнастике разыграют кубок главы города. Российские самбисты выиграли у сборной мира. А в Сочи прошел 9-й международный турнир платформа С-70. За поединками наблюдал президент страны Владимир Путин и губернатор Кубани Бениамин Кондратьев. Наши спортсмены провели 12 боев с иностранными соперниками. Из них в 8 одержали победу. Глава государства поблагодарил российских самбистов за красивые поединки на ринге. А выигравшему в главном бою спортсмену Денису Угольцову президент вручил пояс победителя. И продолжаем. В Крае до 2021 года восстановят 455 гектаров чайных плантаций. О перспективах развития отрасли говорили в Сочи. Вениамин Кондратьев осмотрел земли, пригодные для выращивания чайных кустов, и побывал на производстве. Как в регионе планируют сохранить лидерство в получении чая, расскажут наши коллеги. На живописных склонах Мацесты раскинулись почти 180 гектаров краснодарского чая. Это через несколько месяцев на полках магазинов будут стоять упаковки с черным и зеленым напитком. Но получить их можно с одного куста. Дело в переработке, рассказывают технологи. С утра на плантацию выходит бригада в поисках зеленых побегов. Для заварки подходят вот такие молодые нежные росточки. Они появляются в течение 10 дней. Но если, к примеру, в кружку чая попадется вот такой крупный листик, мясистый, то он даст неприятный горький аромат. Именно поэтому их просто оставляют на плантации. В прошлом году здесь удалось собрать 270 тонн чая. Работают зачастую руками, так больше вероятность не пропустить пригодные ростки. Об урожае этого года сегодня рассказывает губернатор Украя. Вениамин Кондратьев вместе со спикером Кубанского парламента Юрием Бурлачко посетил Мацестинские плантации. У некоторых сотрудников в трудовых книжках стаж идет на десятки лет. За полвека они наблюдали из-за рождения чаеводства на Кубани и упадок, и восстановления отрасли. Я считаю, что общая заслуга и ваша в том числе, что мы снова видим чай. А как приятно это видеть. Друзья, нам тоже это очень приятно видеть, но в чем вы молодцы? Потому что вы не сдались, не опустили руку. Вы, по большому счету, продолжили то, чем занимались всю свою жизнь, чтобы дети и последующие поколения тоже чай, наш чай пили. Это вам огромное спасибо. Вот, друзья, у нас сейчас чайное производство. Давайте сделаем чайную индустрию. Скоро у сотрудников чайной компании работы прибавится. В крае начали восстанавливать земли под плантации. Так недалеко от фабрики уже расчистили участок, спилили деревья. Это один из тех, которые удалось спасти от застройки. Ведь до принятия регионального закона на землях плантации успели возвести несколько элитных коттеджей. Мы обозначили, что законом края чайное производство в Краснодарском крае, в Сочи, охраняется. По большому счету, мы бы имели здесь уже давно коттеджи или какую-нибудь застройку. Вот для этого нужен был закон. На предприятии полный цикл производства. От выращивания листка чая до его фасовки. Вениамину Кондратьеву показывают цеха. Здесь модернизировали линию по производству черного чая и установили новое оборудование для высококачественного пропаренного зеленого. Кстати, этот вид производят только в Японии, Южной Корее и Сочи. Именно такие фабрики необходимо поддерживать, замечает глава Кубани. Ведь именитым брендом краснодарский чай пользуются и обычные перекупщики, которые просто упаковывают заварку в узнаваемые коробочки. Нам нужна четкая стратегия и понимание, что выиграют в первую очередь производители чая. Потому что для нас производители чая во главе всей чайной индустрии. Во главе. А посредники как бы не назывались. Вы тогда согласуйтесь с теми, кто этот чай производит. Потому что в первую очередь затраты у них. А все остальные хотят присоединиться. Только к прибыли, но не к затратам. Качество кубанского чая заметили и на международной арене. Напитки регулярно получают награды на выставках в Европе и на его родине, в Китае. Возможно, именно поэтому все чаще под видом нашего чая продают в лучшем случае индийский или цейлонский. Чтобы защитить производителей, Вениамин Кондратьев предложил закрепить понятие «краснодарский чай» на федеральном уровне. Шелуху под брыном краснодарского чая продавать мы никому не позволим. Это и неправильно, и несправедливо. А это не то, что даже удар по экономике и предприятию, экономике края. Это удар по репутации производителей чая. Краснодарского чая. Потому что пьют и думают, что вот эта вот шелупа и есть краснодарский чай. А настоящий краснодарский чай не то, что не нюхали, не в глаза не видели. Я уже не говорю, что они его пили. И вот это настоящая проблема. И мы сегодня должны помочь настоящим производителям чая оставить рынок. В крае два года действует закон о чаеводстве. Власти компенсируют 80% затрат на реконструкцию плантации и половину стоимости капельного орошения. В 2018-м на поддержку отрасли направили больше 26 миллионов рублей. Благодаря этому валовый сбор чая значительно вырос. Удалось собрать больше 500 тонн сырья. Но потенциал у региона куда больше. Чтобы продолжить развитие индустрии, провели инвентаризацию плантаций, которые планируют реконструировать. Ведь для выращивания чая подходит далеко не вся земля. В других условиях он не растет. Его пытались выращивать и в Майкопе. Очень большие посадки были сделаны в свое время в Крыму. Они все умерли. Они не смогли выйти на промышленный объем. То сегодня мы имеем. Поэтому эти земли, они должны быть особо защищенные. И эти земли должны идти только под посадку чая. Ну вот, я понимаю, создан реестр чайных плантаций Краснодарского края. Поставлен на кадастровый учет. Задекларирован. И сегодня мы имеем полную карту каждого земельного участка. К сожалению, там 3-4 года назад этого не было. Конечно, таким образом мы получили основную базу, в которой мы должны работать. Это общую площадь. Даже в Сочи сегодня используется меньше половины всей пригодной для чая земли. До конца 2021 года планируется восстановить 455 гектаров плантаций. Но выполнению этой задачи редко препятствуют сами чиновники, когда из-за бюрократических проволочек не передают участки предприятиям. У нас чая пригодной земли максимум 800 гектаров. Не тысяч, а гектаров. Из них реально сегодня 326 под чайными плантацией. А было 1200, еще раз подчеркиваю, 1200. 200 потеряли навсегда, 200 практически потеряли. Вот и о чем мы говорим. Ну что, мы дальше будем терять? Коллеги, проще потерять чиновников, которые за это отвечают, чем чая пригодную землю. И поверьте, эта задача решаема будет. Потому что вот такое равнодушие и разглядяйство отчасти, его быть не может. Не может. Не у тех, кто сегодня арендует чая пригодную землю и что-то хочет с ней сделать. Или даже просто не использует. И те, кто им потворствует. Чтобы защитить эти участки, Вениамин Кондратьев поручил на уровне правил землепользования Сочи закрепить за ними вид разрешенного применения. Сохранить все плантации – даже больше стратегическая задача. Ведь сегодня в России единственное место, где растет чай – это Краснодарский край. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Перец и Денис Москаленко. Кубань, 24. Сочи. Пайщики жилого комплекса «Витта-Нова» обратились в мэрию Сочи с просьбой о помощи. Сегодня глава города Анатолий Пахомов принял их в своем кабинете. Участники кооператива поделились с мэром своими проблемами. Дом на улице Учительской 9 строился по 215-му федеральному закону. Бывший застройщик не выполнил свои обязательства, за что поплатился свободой. Сейчас, ввиду того, что дело застройщика рассматривается в суде, на его имущество, землю и сам объект наложен арест. Администрация готова отозвать обеспечительные меры для того, чтобы пайщики смогли стать полноценными правообладателями этого дома. От людей требуется оперативно создать юридическое лицо. Тем более, что нынешний председатель кооператива на связь с ними не выходит. Каким-то образом помочь – это организовать вас. Что значит организовать? Ну, во-первых, правильно говорит Сергей Павлович, надо быстренько собрать собрание, это вот дольщиков или пайщиков, как вы называете, да, собрать и переизбрать председателя. Это первое, что нужно сделать. Потому что раз эти люди будут бегать, ну, они их потом заберут, они будут сидеть, то есть надеяться на то, что они будут каким-то образом вам полезны, уже не приходится. Ситуация осложняется тем, что большинство документов по ЖК Витанова утеряно. До сих пор неизвестно точное количество пайщиков. Сейчас идет работа по составлению полного реестра. Как только она завершится, пайщики должны выбрать новую управленческую структуру кооператива. Главное, подчеркнул Анатолий Пахомов, чтобы эта структура была работоспособной, чтобы в ее составе были грамотные люди, которые разбираются в строительстве и юридических вопросах. Тогда у пайщиков появится возможность заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Их глава Сочи также пригласил на встречу. Нам приятно, что будет помощь осуществлена от личной администрации, лично от Анатолия Николаевича, по нашим вопросам, так скажем. Ну а дальше, как говорят, наше дело. Мы сами должны выходить с этого положения. Больше за нас никто не будет делать. Выяснилось, что с прежним предприятием водоснабжения и водоотведения у застройщика был заключен договор и даже оплачена половина стоимости работ. Однако выполнить его сейчас невозможно. Помочь в этом может МУП «Водоканал». Его директор Сергей Винарский готов обсудить условия подключения. Что касается электричества, то и здесь пайщикам идут навстречу. Расходы по подключению Кубанинерго готова поделить на несколько этапов. Сети водостока также не проложены к дому. Предприятие готово сделать это по минимальной цене, при этом давая бесплатные консультации по внутренним сетям. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи задержан мужчина, похитивший из аптеки лекарства. О грабеже в полицию сообщила провизор аптеки в Хостинском районе. Сотрудница рассказала, что мужчина вошел в торговый зал, похитил медикаменты с витрины и, не реагируя на просьбы оплатить товар, скрылся. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В течение часа на улице был задержан 48-летний приезжий из Новокубанского района. В ходе разбирательства выяснилось, что это не первое его преступление. Накануне мужчина похитил с витрины магазина газонокосилку. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 28, 30 градусов выше нуля. С прошлого года на Кубани выявили больше 13 тысяч участков, которые находятся в собственности края и органов власти. Из них используется только около 2000. Итоги инвентаризации сегодня подвели на традиционном часе контроля. Совещание провел губернатор Краснодарского края. Лидерами по количеству вовлеченных в оборот земель стали Лобинский, Белореченский, Кавказский и другие районы. Геленджик, Армавир, Щербиновский и Тимрюкский районы попали в антирейтинг. Вениамин Кондратьев потребовал качественно выстроить систему распоряжения землей, чтобы исключить факты ее нецелевого использования. Участки должны стать площадкой для инвестпроектов, казачьих обществ и социальных объектов. Если земля по категории под индивидуальное жилищное строительство, а там гостиничный комплекс стоит, ну что это, разве нормально, не нормально? Потому что земля под ИЖС в 20 раз меньше по аренде, чем под гостиничный комплекс. А вы говорите, а у нас ресурсов нету, бюджет пополнять. Кому нужна такая математика? Кому нужна такое хозяйственное? Кому нужна такое управление? Вы мне объясните. Кто-нибудь понес что-нибудь ответственность? Вот тот-то замглавы, который отвечает за имущество. Вот хотя бы выговор для начала объявите, а второй раз выехали, перепроверили птулину, станицу или город. Выявили, то он точно работать не должен. Потому что если не платят в бюджет, значит платят в карман. Поэтому сделайте выездные проверки во все муниципальные образования, во все, еще раз подчеркиваю. Заходите в любую автомойку, автосервис, магазин. И по категории смотрите, что там по факту, и что там по жизни. И тогда вы найдете порядок. А если вы будете сидеть здесь в Краснодаре, никогда вы его не наведетесь. Работа в ручном режиме должна исключить простой здание. За первые полгода в крае выявили 187 таких. Помещений. 72-е заседание сегодня провела межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости. За три года прошли сотни проверок, в рамках которых выявляли нарушителей трудового законодательства. Но несмотря на это, предприниматели курорта продолжают трудиться по серой схеме и, соответственно, получать за это штрафы. Острая тема считалась и ранее. Теперь же она напрямую связана с предстоящей пенсионной реформой. Об этом сегодня с недобросовестными предпринимателями вели разговор в администрации города. Цифры тревожные. Нарушители трудового законодательства выявляются при каждом мониторинге. Но члены комиссии по снижению неформальной занятости работают в том же режиме, что и три года назад. Задача тоже неизменно – вывести экономику каждого предприятия из тени. И в первую очередь – это оформление трудовых договоров с каждым работником. Грядущая пенсионная реформа также стала отголоском нарушения трудового законодательства, подчеркивает председатель межведомственной комиссии Ирина Романец. Так, в нынешнем городе на одного пенсионера приходится всего лишь полтора работающего человека. Пенсионного населения 135 тысяч и 190 тысяч – официально люди, которые оплачивают за себя страховые взносы. Это даже не два человека на одного пенсионера работающих, а один с половиной человек на работающего пенсионера. Конечно, о каком паритете, о каком благополучном развитии сценария мы можем говорить даже в пределах экономики нашего города. Поэтому сейчас вместо бурного обсуждения пенсионной реформы надо еще раз всем задуматься над тем, а какой паритет поступления налогов и оплаты и своих детей в школах, и в детских садах, и, соответственно, все затраты, которые несет тот же муниципалитет на содержание дорог, на содержание объектов инфраструктуры, каким образом пополнять этот ресурс. И, наверное, не случайно так остро стоит вопрос пенсионной реформы. Зарплата в конверте и отсутствие трудовых договоров – это и отсутствие накопительных взносов. Лишая работника государственной поддержки в виде пенсии, работодатель платит государству штраф. Ко всему прочему, региональная трудовая инспекция готовит список недобросовестных предпринимателей Сочи и направит его на краевую проверку. Ну и к другим новостям. В Сочи может появиться музей казачества. Такую идею вице-губернатору Николаю Далуди предложили местные журналисты. Накануне заместитель главы региона встречался с руководителями местных средств массовой информации. Журналисты предложили Николаю Далуди открыть в Олимпийском парке музей, который бы рассказывал об истории, бытии и культуре казаков, а также курень. Он бы знакомил туристов с блюдами и особенностями кухни. Вице-губернатор идею поддержал. Он подчеркнул, что сегодня важно, чтобы и жители Сочи, и гости из других городов больше и из разных источников узнавали о казачестве. В том числе с экранов телевизоров, полос газет, статей, интернет-изданий. Узнавали, что казаки занимаются не только охраной общественного порядка, но и одними из первых приходят на помощь в случае ЧАЭС, защищают границу нашей страны и интересы государства, как это, например, было в Крыму. Я в ноги поклонюсь тем людям, которые были со мной там, потому что я их видел. Я их видел, что они могли и как они бились и дрались с кулаками одними, когда мы защищали верховные здания Верховного Совета. А мы стояли, 130 человек защищали по периметру здания Верховного Совета, 100 человек здания правительства Республики Крым, телерадио-вещательную кампанию, которая в Симферополе, у меня 20 человек вооруженных стали, потому что трижды была попытка взорвать ее. Но это ребята мне стояли и не побоялись ничего. Добавлю, что кубанское войско насчитывает более 53 тысяч человек. Сегодня оно самое многочисленное из 11 реестровых казачьих войск страны. Ну и еще один музей появится в Сочи. Это экспозиция, которая будет рассказывать об истории стадиона Фишт. Планируется, что музей разместится в самом спортивном дворце. Его посещение войдет в экскурсионные маршруты. Решение открыть такую выставку приняли не случайно. Фишт это стадион с уникальной историей. Он открывал и закрывал Олимпийские и Паралимпийские зимние игры, а потом после масштабной реконструкции принимал матчи Чемпионата мира по футболу. Об истории стадиона и этапах его обновления и будет рассказывать новая экспозиция. Но вот когда именно будет открыт новый экскурсионный объект, пока не сообщается. В каждом районе Сочи будет своя казачья школа. Такую задачу поставил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. Сегодня он побывал в детском саду номер 83 в Хосте, где есть казачья группа. А после встретился с сочинскими казаками. Вице-губернатора края и атамана Кубанского казачьего войска Николай Далуду встречают выпускники казачьей группы 83-го детского сада. А уже внутри те ребята, которых казаки будут посвящать в конце сентября. Они размещаются в отдельном здании. Здесь все, как в настоящей казачьей хате. Предметы быта, домашняя утварь. Дети подготовительной группы знакомятся с культурой и историей казачества, изучают кубановедение. Не только с воспитателем, но и с настоящим казаком-наставником. Возвращаясь к вопросу о том, не рано ли мы начинаем. Я скажу вам, мы, наверное, еще поздно начинаем. Потому что в казачьих традициях воспитание казака, казачки, начиналось с трехлетнего возраста. Все, что ребенку дается, дается в среднем до пятилетнего возраста. И все, что заложено в этот период, у него будет на протяжении всей жизни. Еще одна часть программы – основы православия. На территории сада даже есть небольшая часовня – храм в миниатюре со всей атрибутикой. Идти в группу казачьей направленности никто не заставляет, рассказывают Николаю Далуди родители. Напротив, желающих погрузиться в историю и культуру региона становится только больше. В группе прошлого года было порядка 30 казачат. В новом наборе уже более 40. Казачья группа в детском саду – явление уникальное для края, отметил вице-губернатор. Сочинский опыт должен быть обязательно распространен по всему региону. Такого детского садика, честно говоря, я нигде пока не видел. И, собственно говоря, в таком детском садике я не бывал еще. Поэтому я буду, где бы я ни был, я буду всегда приводить пример в плане организации вот этого казачьего обучения вот в этом сочинском детском садике. Задача для Сочи на ближайшую перспективу – полноценная казачья школа должна быть в каждом районе города. Пока же в Сочи 27 казачьих классов и 77 групп. Это почти 2500 детей. К сожалению, сразу сделать казачью школу не удается, потому что школа становится казачьей только тогда, когда 50% класса становится казачьими, а их надо растить. И определены школы в Адлерском районе – 28-я и 49-я, 55-я школа в Хостинском районе и 81-я школа в Лазаревском районе. Ну и десятка, конечно, продолжает свою работу. Ну а после детского сада атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда провел большую встречу с сочинскими казаками. Обсуждали текущие вопросы, проблемы и перспективы. Сегодня в городе более 1400 реестровых казаков. Они, как и казаки во всем крае, помогают в охране общественного порядка, госгранице и ведут важнейшую патриотическую работу с детьми и молодежью. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Спорт как искусство. В Сочи пройдет фестиваль детского творчества. Он состоится 23 сентября в летнем театре парка «Фрунзе». Участие в нем примут полсотни творческих и спортивных коллективов из различных регионов страны. Дети будут соревноваться в 10 номинациях. Ну а председателем жюри станет двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Основная идея фестиваля – объединение различных форм активного досуга для создания уникального проекта по пропаганде здорового образа жизни среди подростков. В Сочи пройдет выставка собак всех пород. Сочи-дог-шоу состоится 23 сентября в Олимпийском парке у Адлер-арены. Выставку проводит Российская кинологическая федерация. Приглашены судьи международной категории из России, Сербии, Кипра и Германии. У гостей будет возможность увидеть представителей более 100 пород собак. Пройдет конкурс «Юный хендлер». Подростки от 10 до 17 лет будут демонстрировать презентацию собаки в ринге. Будет работать ярмарка «Зоотоваров», на которой лучшие компании по производству кормов и аксессуаров для домашних животных разыграют призы среди посетителей. Гостей док-шоу ожидают развлекательные мероприятия. Для малышей будет работать детская интерактивная площадка. Ну а сотрудники кинологических подразделений МЧС проведут мастер-класс для подростков на тему «Профессия спасатель-кинолог». Сочинская волна нахлынула на спортшколы города, в которых работают секции художественной гимнастики. Первый этап открытого турнира курорта выявляет самых пластичных спортсменок, причем не только из нашего города. Художественная гимнастика набирает все большую популярность по всей России. И наш город не стал исключением. Этим видом спорта занимается чуть ли не каждая третья юная сочинка. Вот и участниц соревнований собирается немало, поэтому и турнир, который традиционно проводит спортшкола Олимпийского резерва номер два, проходит несколько дней. К тому же на сочинскую волну приехали и гости. Здесь в основном принимают участие детки нашей спортивной школы, которые отбираются на второй этап, на участие во втором этапе, более серьезном, более сильном этапе. Однако здесь у нас тоже присутствуют детки из Забайкальска, Владимира, Красноярска. На втором этапе к ним присоединятся детки из Краснодара, из Волгограда, из Ростова. В принципе, весь юг России будет присутствовать на наших соревнованиях. Планируем в сумме около 600 детей. Чтобы стать грациозными и изящными, девочки трудятся в поте лица порой и по пять раз в неделю. Дело не только в растяжке и шпагате, рассказывают юные спортсменки. Овладеть техникой – вот главная задача художниц. Тогда и о спортивных достижениях можно помечтать. Перед этими соревнованиями у нас были сборы. На них я трудилась, чтобы потом показать на соревнованиях, чему я научилась. Все элементы сложные. Их надо выполнять хорошо, чтобы потом не огорчаться, что у тебя последнее место. Моя мечта – танцевать с лентой и стоять на дистанции с кубком. Это моя мечта. Я мечтаю каждый день об этой мечте. Я постараюсь делать хорошо, чтобы потом порадовать своего тренера. Мне нравится получать всякие грамоты и медали. Мне нравится смотреть на девочек, как они выступают. И мне нравятся мои упражнения, как я выступаю. Победители первого этапа по сочинской волне плавно перетекают во второй. Пройдет он на ковре Югспорта с 28 по 30 августа. Спортсменки будут бороться за кубок главы города Сочи. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok